Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые почётные гости! Раду приветствовать вас в музейном выставочном комплексе «Кремль измайла». И сегодня здесь, в галерее «Арт Кремль» состоится открытие уникального международного музейно-выставочного проекта «Трагедия преодоления подвигов. 1418 шагов к победе». Приветствую всех почётных гостей. Среди них присутствуют чрезвычайный полномочий посол Больский и Герцеговин в Российской Федерации господин Желька Самарджиев. Военный атташе, полковник от посольства Республики Сербия господин Будемир Галич. В рамках торжественного открытия проекта состоится подписание соглашения о культурном сотрудничестве между представительством Республики Сербской, Российской Федерации и Измайловским Кремлем. Итак, для подписания соглашения приглашается директор музейно-выставочного комплекса «Трагедия из Майлова» Шабанова Полина Викторовна и глава представительства Республики Сербской, Российской Федерации господин Дужков-Мирович. И так, спасибо. Соглашение о культурном сотрудничестве успешно подписано. Дорогие друзья, перед тем, как торжественно открыть нашу выставку, я бы хотел предоставить слово директору музейно-выставочного комплекса «Трагедия из Майлова» Шабановой Полине Викторовне. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас сегодня в сфере «Трагедия из Майлова» Шабанова. Кремль из Майлова с самого своего основания всегда является участником и площадкой для проведения значимых предприятий и проектов, посвященных людьми и политикам. На постоянном основе в экспозиции «Музея хлеба» в Музеевской группе был выделен отдельный экспозиционный раздел «Освященный хлебом войны». Такой представлен здесь. Сегодня мы представляем для нас очень важный и по-человечески драм-драм. «Трагедия, преодоление, подвиг 14-18 шагов к победе», посвященный великой победе, которая держала человечество в 20-м году. Все наши мероприятия, такие как фестивали, патриотические программы, музейные проекты, конференции крупных столов, направлены на сохранение и популяризацию народа культуры и традиции, которые есть основой жизни любого народа. Поэтому этот проект, посвященный селительской и патриотической поддержки, также является основой, поскольку борьба за фашизмом объединила все человечество, то человечество. Продолжение следует... Продолжение следует... Считаю, что это только начало, а особенно вот этот виспорт, который ясно смотрю в ужасную концентрационную влагу, который делал в нашей территории, в нашей родине. Думаю, что стоит многим от этого посмотреть, особенно молодой генерации, потому что они очень мало знают о Ветху. Все сердцеели, что Ветху никуда больше не повторялся. Хочу поблагодарить еще раз музею, руководству музея и чем-то продолжим на нашем сотрудничестве. Спасибо. Я хочу говорить на сердце, потому что это для меня очень эмоциональный момент, когда я вспомнил лобор Пустошки, лобор Пьясановоц. Дорогие друзья, я буду говорить сегодня на нашем языке, поскольку края концентрационного лагеря Пьясановоц, у меня начинается общественное национальное создание, и эмоциональное и эмоциональное движение момента. На имени лобор Пьясановоц, сухие законники, мой деда Михаил Миро Лозанский и мой стрит Мирослав Лозанский, по коему я имам. Дело в том, что в концентрационном лагере Пьясановоц были жестоко убитыми мой дедушка Михаил Миро Лозанский и мой деда Мирослав Лозанский, по коему я назвал Мирослав. Они были антифашисты, помогали с Устана против немецкого локупавтора, ухвачили с Усташа и послали у лобор Пьясановоц. Они были антифашисты и были поимы и прислали концентрационный лагер Пьясановоц. Можна ви у Руси не знаете, но Пьясановоц е по национу умејања лјуди најстрашнију лобор на који коги је пробоват. Можна Миросији об этом не знају, но Пьясановоц по способу убивање жертв и узникаља саму страску, саму жестоку концентрационну лагеру Пья Европа. Немци су у Лаушицу спаљивали људе у крематорију, предходни убијећи газом, циклом Б. Немци убивање у Лаушице у крематорији используја газ пригаритивна, под названием циклом Б. Зачи, прво јих убивању газом, па људо спаљивање у крематорији. Сначало убивање используја газ, а потом јих избивање у крематорији. У Усташку лагуру Јасимовас, на территорији крислијској држава МДХ, У Усташка концентрационна магија Јасимово, на территорији на территорији крислијского государства МДХ, Били су пицилијеве печье, по инженеру пицилију, у Талјану, којих је направили. Получивши своје название по итальянскому инженеру пицилије, која је бит, в общем, илицо. Ту су живи люди спалиње, бацали в ладу, живи люди в тим перчинам. То је единственный звучај у Европе. Чак су се и немачки, генерали Гермахта, около тога, скандализовали и запреташтину. Даже ехо казалось невероятним немецким генералам, који не ожидали такого способа вбивания людей. У Ясуницу је постојал мож, имате га у изложбенном простору, тако звани из Србосей. В Ясуновце использовался особенный нож под названием Србосей. Кој се качиј за руку и кој је умучало тлани люди, великий број люди, в маловременскому периоду. Које приклялся к рукам убийц, које действительно убивались в конституционном лагере Ясуновце. И это было придумано специально так, тому што таким образом они могли убивать большое действие жертв за небольшой премжуротвейник. У Ясуницу је по званишним подациям и у Србосейских комисијах после Другого Србосейского рата. В Ясунице су согласно официальным данным, которые получились после Другого Мировой войны, Убиено около 700.000. И тој је убита около 400.000. Срба, Јевреја, Рома, Цегана Рома, Хрвата, Антифашиста, Хрвата, Комуниста, Антифашиста. И неколијко Словенача, Антифашиста, међу којима и мој деда и моји стрелиц. Социалистичка Югославија после Другого Србосейского рата. Социалистичка Югославија после Другого Србосейского рата. Дуго са постављала питание Јасуноца. У име националного померенја. Во име националного померенја. И братство единство. А также братство единство. Сад видимо да је то било погрешно. Масиће свитнство е доколон неправилно. Због догаджаја сијо 1991. година. Име је ведуњива Сеса Муција произошедше 1991. годину. И то је било чак на некий начин покушаје ревизије историје Другого Србосейского рата. Ето дадимте оважно стало папујуткой пересмотран и тога та во имје на војмани. Тек у задњих 10 година, задњих 8 година. Толика за последње 10 година, а наће за последње 80 година. Захвалијући наповека владе Републике Србске. Благодаря усилијам правићество Республики Србске. И, значи, захвалићи члану председништва Босне и Ефције изредала Србскому народу господину Милецу Додику. И председнику Србије господину Александру Гућићу. А такљо благодаря усилијам президента Србија и Замона Гућића. Прића о јасновцу, неговање, неговање и план да се подигне велико спомен подруће жртвам јасновца је дошло у први план. Спервије вопрос о том што је јасновима построити неверојальни центр и выделић особу территорију, која стане подрајним центром жртвам јасновца, действительно стала приоритетна. Јасновец је символ геноцида Србског народу на Србскому врату? Јасновец јајавље символом геноцида на Србскому народу на Гућу Милеја. Као што је Аушвид символ Холкаоста и геноцида на јевриски народу ујење? Таким же областом как Аушвид представља свој символ страданије јеврискова народа Евроњу. Данас је у реке кад имамо покушаје на ревизије историје Другосевског рата, Символни мы стали свидетелем того што происходят пабытки пересмотраје тогу старомиравој војни. Када неки кргоји моћи на Западу, Кога подијуваје на Западе? Покушаваје да уманје допиноз народа Советског Сараза и великому погледу у Срвене армије у Другосевскому рату. Кога многе западне круги пытајуца смидић, уменьшић тог ситуација прорекс неќи савјетске народи и Савјетска Храсна армије у Таваевера војмароја в армије. Ми у Србији то преди дозволљаво. У Србију мето стигаје неожришани, чушни. Ми знамо које победи другосевског рата, но прекрасно се мнојеو кто ја ја евраје у Бијицкому от Таваевера војмарје? То ја пресвега Советски САУИС, Срваја армија, Это прежде всего Советский Союз и Красная Америка. Китчма Нематского вермахта сломлена у Станинграда. Хребетинецкого вермахта был сломан именно Станинграде. Ми смо свеслили, что сейчас русским народом были советники и в первом и в другом светском раке. Северский народ прекрасно осознает тот факт, что мы с Россией были союзники некаких первых, так и во второе время войны. Мы то Советничество негуемо и данас и союз между нашими народами и государствами мы их до сих пор бережем. Я обрежаю благодарность организатора нашей сегодняшней выставки и я приветствую усилия, предложенные для того, чтобы здесь была показана настоящая права, настоящая факта, а потом, что произошло в концентрационном лагере Ясенова. Это был действительно самый крупный и самый жестокий лагерь в Европе. Дето имали чак подбаяние деце и деце су сломан в одном логе, который у системы логографа. Где также происходила деференциация детей, то есть отделяя детей от родителей в лагере и были определенные отделения для детей. Где люди убивали самым жестоким способом. Я вас прошу обратить внимание на тот факт, что нигде в Европе, кроме как Ясеновце, не было определенного отделения для политических узников. Это был лагер внутри лагеря. В этом лагеру не было ни крово, ни стреха, люди су жирели на отворенном ледине. Лагер был от открытых небов. Неболы не было ни крыш, потому что они могли бы скрыли. Значит, не суевали ни крово, ни воду. Не было ни еды, ни воды. Умирали срок лаги. Люди умирали с головы. И там появился каннибализм. И там даже появился каннибализм. В Европе. В Европе. У Тома Ясенова. Единственным примером. Именно поэтому Ясенова цветается единственным уникальным в этом плане примером. Най страшное место в Логчина, то была фабрика смерти. Это была так называемая фабрика смерти. Завод фабрика смерти. И действительно была самым жестоким местом. Семь стоплинах хилада убили. Об этом свидетельствует 700 тысяч пострадавших. Жертв. И там, когда Сава, река, пролази одновременно перед Логгора. Паде на ниво Савы. Оно се отворят гробницы. И имате людские кости, кое можете видеть. На обалове Сава. Даже на сегодняшний день, спустя столько лет, когда понижается уровень реки Савы, вы можете увидеть кости некоторых жертв этого лагеря. Нажалусь. Ясеновас. Наймечий сырский гряд под землю. К сожалению, Ясеновас. Это крупнейший северский город под землей. Хвала на прошлое. Спасибо за внимание. Уважаемый господин посол, дорогие друзья. Очень символично, что данная выставка открывается в год 75-летия Победы. И, как уже господин посол сказал, сегодня на Западе многие делают все для того, чтобы наши дети и наши внуки никогда не узнали того, что происходило в эти страшные для, наверное, всего человечества годы. Ведь в то время люди столкнулись с наивысшим проявлением античеловечности и жестокости, которое только можно было придумать. За эти годы были уничтожены десятки миллионов мирных жителей. И в эти дни мы вспоминаем те великие и славные дни и великие войны, когда наши братские народы, народ Советского Союза, народ Евгославии прошел плечом к свечу и победил в той ужасной войне. И сегодня мы вместе стоим на передовой защите исторической памяти от возрождения фашизма. И я думаю, что наши братские народы и здесь содержат замечательную, грандиозную победу. Все, что связано с Великой Отечественной войной и событиями, которые происходили в те годы, очень ценно и исторически значимо для меня, потому что я сам рос в семье ветерана Великой Отечественной войны. У меня дед воевал, прошел Сталинград, был четырежды раз ранен, контужен. Второй дед погиб в 42-м году. И я не понимал раньше значения слов, когда на семейных праздниках или за большим обеденным столом мой дед произносил фразу, чтобы не было войны. И только потом, когда я вырос и более глубоко погрузился в историю, изучил те моменты, которые связаны с Великой Отечественной войной, я понял, насколько важны сегодня эти слова, насколько эти слова важны для наших с вами народов, для народов Сербии, для народа России. Я благодарю организаторов выставки за это замечательное событие, как депутат Государственной Думы от этого округа, где проходит и открывается эта выставка. Я уверен, что она будет пользоваться большой популярностью у жителей Восточного округа, нашей столицы и не только округа. Для всех москвичей, кто сегодня ценит и помнит ту великую победу, ту историческую память, а таких у нас большинство, эта выставка имеет очень серьезное значение. Спасибо большое, господин посол, спасибо организаторам выставки. Дай Бог, чтобы те страшные события, которые происходили в те годы, у нас больше не повторились. Спасибо большое. Здравствуйте. Мы видим вас. Здравствуйте. Громе полисменов. Громе полисменов. Субтитры создавал DimaTorzok Ваше предоходительство, уважаемый директор Кремля Измайя, уважаемый шеф представительства Республики Сербской Российской Федерации, дамы и господа из Градской России, сердечно приветствую вас в Музее Республики Сербской в Больнуре. Музее Бублике Сербской в Больнуре, центральна и наизначальна институция, конкурива у Желике Сербской, остала далека 1990-2010 година. Музее комплексного типа, који у својом фунусу чула 107 тысяч лета. У ньма 5 оцијета, и то исторически, археолошки, природачки, тефтологски и оцек историја и неговости. А послје место заразима ёсо на вас найда чујсток и робот смеј. Музеј Сербской является центральна институција самым значимым культурным учреждјем Дискутније Сербской, которое располагает 150 тысячный экспонат. Музеј 5 отделов – археологический, исторический отделы свествознания, отделы технологии и однограды и отделы строительства. А своје место наше музеје занимаје муценицијаја и уцерта Јасенна, самострашно ваша смејаће Устрашија. Велика је час нама из музеје Републике Српске бити ње од езнародно изгостању мојех проекта, прагетина, превазвилађене форби и джетство саме створаје на попуље. И представити је изложује. Я сам намећен кустање логоц смртви, а автора Нинајка Чувожевића, Ише Кустаца, историјчара музеја Републике Српске, у прагетонгранностки је Укренуја. Для нотшка музеја влашаючаје стајся частным международјем выскалајного проекта «Трагедия Преорнајањејање. 1418 шлопов в Победе» и представјање јасеннају Јасенна. А в прагетонгранностки једајце је уршавеје је уршавеје 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 историје музеји Српске. Овом изложује можетете види, да је прагетонгранностка је уршавеје уршавеје дадоје у независтоје до Крвастваје спадеје до маје сценаје странице јуцкей источ. Благодаряјају выскатреје вы можете убедити, че је уршавеје 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 Ускаштеје уршавеје 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 и одну причину по пробирателю. Цель мысли, что независимому праву государства осталось систематическое уничтожение зеркского народа. По системе одну треть убить, одну треть переместить в глаголическую веру и одну треть расселить. Святский народ, по системе лога реасимации. Убийание на наимоксознение наличных китов, в наимшем плане, особо ухвал множества, убийание святера, тварь, чехи, чехи, чина, коришество с удовольствием учеников, ученикам юзки, ум, неужели завистови, као-шосов, важеное очи, оцветание языка, ушли носа, силование, насактивирование, дец и жене. Церква в системе лога реасимации одевали самыми источными способами. В основном, зарезали ладжами особо-хлона, одевали топорами и молотками. Использовались ужасные трубки, которые человеческий разум не может предстать, отрезали визы, уши и нос, насиловали уродов, женщин и детей. На этом, это страшное, это очень многое ясновоц. В этом, в Европе, в Европе, в Сумасахрии, 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 не можно говорить много, но особо следует подчеркнуть, что многие из наших комиссий пытались установить точное число серпов. Такое согласное исследование превышает 500 тысяч убитых, 20 тысяч детей, 127 тысяч антифашистов, 40 тысяч сегав, и 33 тысяч евреев. Освенно треба речь, да се геновицы на наше срнске народно никогда не сме заботи. Мы не сможем заплитить о генакцизе на наше святки народно. Драги приятели, драги приятели. Освенно се желаем сглавателям, домаћим, директорици Кремна из Майвола Господжи, Полини Викторове Шабану. И свим радницам Кремна из Майвола за пози на нечеште народно из Майвола. Поецебу поблагодарить директора Кремна из Майвола у спасу Полину Викторове Шабану. Как же всех сотрудников Кремна из Майвола за приглашение принять участие с адвесным проектом? Освенно за правос, директору приятели наше право срнске и русской операций, господину Душко Перевичу, масштану подешən помощи Музея Рбукрилих Срнске нашо централовости плинцикутуре. Также выражаю благодарность Шеф Республики Сербской Российской Федерации, господину Опушку, первой же, за постоянную поддержку Музея Республики Сербской, которая является одной из главных культурных учреждений Республики Сербской. Также я хотел бы поблагодарить научных сотрудников Музея Республики Сербской, автор Шутерке, господину Мирко Джорджевича и господину Николю Заговцу Высшему Музею Республики Сербской. Свима раду, и а поскольку у нас участвуем на овом великого проекта, остается жалость, что мы будем с вами с вами, овом предметном Кремле Узмайло, и нам, и драгом, и одновременно града Москвы, а у тврста мнение, что все будет проза завершить и проза прощить, и да се заедно видимо, или код вас, или код Москвы, или код нас, у наше краешковое память. Большое спасибо. Мы очень рады, что мы можем принять счастье в этом проекте. Конечно же, начальство мы смогли приехать в Москву в прекрасный Кремль и зная. И надеемся, что именно вся эта ситуация быстро закончится, и мы встретимся или у вас в прекрасном Кремле, или у нас в Кремле. Спасибо большое. Благодарю вас. Спасибо. Напоминаю, что с нами на видеосвязи был директор Музея Республики Сербской Милатин Савич. А сейчас мы хотим связаться по видеосвязи с автором выставки Ясенова, с крупнейшим старшим лагерь смерти, Смиренко Джорджевичем. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...